МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове прошел митинг, посвященный 81-й годовщине начала блокады Ленинграда. Вновь со временем у парка имени Зернова появилась умная остановка. Подробности далее. Холодная еда невкусно, плохо пахнет. Многие учащиеся школ региона недовольны питанием в столовых. Жалобы от их родителей не редкость. Теперь они сами могут контролировать приготовление пищи для их детей, проводя периодические проверки в столовых. Об этом на областном родительском собрании рассказала руководитель Роспотребнадзора региона Наталья Садыкова. Перечень людей, которые могут эти проверки проводить, нужно определить на совете родителей вместе с директором школы. Никаких дополнительных согласований не нужно. Вообще, я понимаю, никаких медицинских книжек, медицинских осмотров там не требуется. Не потому, что это такое безалаберное отношение, а именно потому, что вы не должны заходить дальше, чем столовая. То есть только туда, куда заходят дети. И все, что вы видите, начиная от раздачи персонала, соответственно, пищеблока, это могут быть и сотрудники школы, и сотрудники-организаторы питания у нас, это более частые явления, да, и, соответственно, детей, то, что они едят, и, в принципе, это достаточно простой контроль. Количество таких визитов в столовую школы не ограничено, подчеркнула Садыкова. Также во время прямого эфира жители региона подняли вопрос о денежных сборах в школах. На это глава регионального министерства образования Ольга Петрова заявила, что школа не может на что-либо собирать деньги. Ее слова подтвердил и заместитель губернатора Давид Милик-Гусейнов. Если вас просят сдать деньги на охрану, не знаю, побелить потолок, выкопать траншею вокруг школы, чтобы проложить какой-нибудь кабель, еще, 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 на украшения класса, вот там, с нежинками перед Новым годом. На учебники. Ну, на учебники само собой, учебники не покупают родители. Вот ни в коем случае не надо собирать эти деньги. О проблеме детского дорожного травматизма в регионе рассказал в Рио начальника регионального ГИБДД Владимир Ежов. За 8 месяцев текущего года на дорогах региона произошли 384 аварии с участием несовершеннолетних. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество смертельных случаев тоже увеличилось с 8 до 11 за год. 419 детей были ранены. Владимир Ежов призвал родителей быть бдительными, проводить беседы со своими детьми по правилам ПДД и не забывать нашивать на одежду или рюкзак светоотражающие полоски. Наступил благоприятный предэпидемический период. Рост заболеваемости вирусами гриппа и ОРВИ медики ожидают только к концу октября – начало декабря. Позаботиться о своем здоровье важно заранее. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с ее осложнениями. Основный метод профилактики гриппа – вакцинация. В медучреждение поступило два вида вакцины – ультрекс-квадри для беременных и сови-грипп для пациентов старше 18 лет и лиц пожилого возраста. В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет в осенний период. На момент прививки человек должен быть здоров. Если у него обострение хронического недуга, вводить вакцину можно только в стадии ремиссии. Вакцина не даст стопроцентной защиты от вируса, однако она препятствует развитию осложнений гриппа. Иммунитет после вакцинации нестойкий, он формируется на один сезон, поэтому мы рекомендуем ежегодную вакцинацию. Заболеть от вакцины невозможно, но иммунитету нужно время, чтобы после иммунизации сформировался иммунитет. Как правило, он формируется, пик формирования иммунитета приходится на 14-21 день после, собственно говоря, вакцинации. Побочных реакций вакцины, как правило, не бывает. В редких случаях после прививки могут появиться головная боль, мышечные боли, легкие катаральные явления. К противопоказаниям относят тяжелую реакцию на предыдущую вакцинацию, температура выше 40 градусов, покраснение и отек в месте ввода вакцины больше 8 сантиметров, либо сильные аллергические реакции. К относительным противопоказаниям относятся недавно перенесенные вирусные заболевания. Вакцину мы вводим после нормализации температуры. Если человек переборел легкой формы ОРЗ, при нормализации температуры можно прийти и вакцинироваться. Также важно сделать прививку беременным женщинам. Вирус гриппа отрицательно влияет на течение беременности, способствует преждевременным родам, может вызывать пороки развития у плода. Вакцинация беременных разрешена, начиная со второго триместра беременности. Также в городе идет прививочная кампания против ковида. Обе прививки можно сделать в один день. В настоящее время вакцинацию против новой коронавирусной инфекции мы проводим вакциной Гам-Ковид-Вак, более известной как вакцина Спутник Ви. Полноценной считается вакцинация однократная, первой дозой. Она эквивалентна вакцинации всем известной вакцины Спутник Лайт. Вакцины для детей привезут в Саров в ближайшее время. Записаться на вакцинацию можно на портале пациенты на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 95511. Теперь ожидание автобуса не будет таким мучительно долгим. Скрасить время поможет умная остановка, которая появилась возле парка Зернова. Место для первого высокотехнологичного остановочного павильона выбрали не случайно. Сейчас это одна из самых оживленных точек города. В остановку встроено два монитора. На одном горожане могут отследить, сколько осталось времени до приезда автобуса. Другое дополнительное информационное табло. Там будет вводиться актуальная информация для жителей города. За моей спиной находится подсвечиваемая витрина. В ней будет размещаться афиша или социальная реклама. Соответственно, еще остановка оснащена тревожной кнопкой с видеокамерой, с помощью которой можно будет связаться с экстренными службами. Зарядничками для телефонов, вот такими герметичными крышечками. Главное, кстати, не забывать телефоны, потому что при мне один молодой человек уже забыл телефон и сел в автобус. Во время ожидания автобуса можно будет посидеть в интернете, подключившись к местному Wi-Fi. Полностью свой функционал остановка раскроет в течение ближайшего месяца. Высокотехнологичный остановочный павильон – часть большого проекта по благоустройству города. Этот проект подразумевает расширение платформ «Умный Саров», которую знают многие жители. Она насчитывает сейчас порядка 50 слоев, как специализированных, которыми пользуются службы города, так и открытых для горожан. Ну и также в рамках этого проекта будет установлено достаточно много видеокамер в школах, детских садах и на уличных объектах. Чтобы уберечь островок современных технологий от рук вандалов, на остановке установили камеры видеонаблюдения. Если владелец земельного участка не пользуется им и не хочет платить за него налоги, то он может передать свой огород в муниципальную собственность. Для этого необходимо подать заявление об отказе в Росреестр. Это можно сделать через МФЦ. Если же у человека есть право устанавливающие документы, это, как правило, до 2000 года, и право собственности не учтено в Едином государственном реестре прав на недвижимость, тоже такое может быть старые свидетельства, так называемые, то ему необходимо захватить с собой документ, вот этот старый, для подачи заявления. Это может быть распоряжение администрации соответствующего года, там, 90-е года, либо свидетельства о праве собственности 92-го года выдавали такие. Если старые документы затерялись, то их можно запросить в администрации или в БТИ. С момента прекращения права на земельный участок налоги и членские взносы бывшему владельцу больше не начисляют. Но стоит обратить внимание, если у вас до этого времени накопились долги, то выплачивать их все равно придется. При наличии долгов на земельный участок отказ от земельного участка, он возможен. То есть отказались от права собственности на земельный участок, но при этом обязанность по оплате начислений, значит, она сохраняется, и, соответственно, человек уже их может оплатить добровольно после даже прекращения права собственности. Либо принудительно также после прекращения права собственности. Это в зависимости от ситуации. Если право собственности на земельный участок не зарегистрировано, но у вас есть членская книжка, то отказаться от права пользования можно, написав заявление в садоводческое управление. В этом случае огород перейдет садоводческому товариществу. А земельные участки, которые владельцы решат передать городу, реализуют в рамках социальной программы для многодетных семей. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города в 231 кабинет или по телефону 990-37. Войну Галина Ивановна Муштакова помнит отрывочно. Во время блокады Ленинграда она с мамой была в городе. Папа и брат ушли на фронт. Маленькая Галина ходила в детский сад Очак в Кировском районе и часто оставалась там ночевать. Когда точно началась эвакуация детей, Галина Ивановна не помнит, увезли ее из города одну, без мамы. В каком году, не знаю. Сказали, надо детей вывозить. Я не помню. И вывезли. Везут, везут, немец бьет. Везут, везут, он бьет. И увезли куда-то в Ярославскую область, в станции Антропово. И я там пошла в первый класс. А потом мама меня нашла по газетам, что такой-то детский сад, но детский сад назывался в Ленинграде Очак. Такой-то детский сад, и увезли туда-то. И она потом мне прислала письмо, что мы живы, за тобой приедет Витя, брат мой. А приехала она сама. 81 год назад, 8 сентября, вокруг Ленинграда замкнулось плотное вражеское кольцо. Жители города оказались отрезанными от остальной части страны. Блокада продолжалась 872 дня и стала нечеловеческим испытанием для всех, кого коснулось. По разным данным, в осаждённом городе погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Ежегодно по всей стране в этот день проходят памятные мероприятия, посвящённые тем, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде. Тяжело говорить в такие дни, но мы преклоняемся перед памятью павших, тех, кто защищал великий город. И преклоняемся тем, кто выжил в тяжелейших условиях, блокады. В Сарове осталось 26 блокадников. Самый молодой из них – 85 лет. Сегодня они пришли к Вечному огню, чтобы почтить память тех, кого уже нет с нами, и возложить цветы к мемориалу. Огромные слова уважения вам за то, что вы это сделали, за то, что у нас появилась возможность просто жить, просто выполнять свою работу, просто воспитывать своих детей, продолжать жить в нашей стране. Низкий вам поклон. Сегодня вы, живые свидетели этой стойкости, являетесь для нас таким символом, символом уже нашей победы в 45-м году. И, глядя на вас, мы становимся внутренне сильнее, укрепляемся в нашей правоте. Спасибо вам огромное. Долгих вам лет жизни, здоровья. Завершили митинг коллективной фотографией. Знать, чтобы помнить. Под таким девизом проходит ежегодная международная историческая акция «Диктант Победы», которая объединяет жителей не только России, но и зарубежья. В рамках диктанта все желающие могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Цель такой акции – сохранить память о ключевом событии страны, а также привлечь внимание к изучению истории России. Диктант Победы прошел на тысячах площадок в России и на территории Донбасса. Также в акции приняли участие 42 страны мира. Сегодня есть возможность у нашего молодого поколения, ну и не только у молодого поколения, а вообще у всех желающих проверить свои знания на фактах о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Это замечательная практика. Я считаю, что мы должны помнить о том, что наша страна практически спасла мир, и его поддерживают до сих пор, и знать об этом нужно и молодому поколению, и старшим тоже не забывать. В Сарове открыли 9 площадок для диктанта Победы. Одну из них расположили на базе Саровского физико-технического института. В акции приняли участие порядка 160 студентов. Ребята ответили на 25 вопросов диктанта в форме тестирования. На работу организаторы дали 45 минут. Я готовилась на протяжении нескольких лет. Спасибо моему учителю истории, третьего лице, Светлане Александровне Куканковой. Благодаря ней мы писали такие диктанты каждый год. На самом деле я знаю, что там достаточно сложные задания, но очень интересные. Не надо это забывать, как наши прадеды воевали за то, чтобы мы жили под мирным небом. Готовилась как-нибудь к этому диктанту. В принципе, со школы я помню историю, нам рассказывали, и думаю, что напишу очень хорошо. Узнать свои результаты можно в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф. Федеральные победители диктанта получат памятные дипломы и призы, а также приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. А абитуриенты, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов, получат возможность начисления дополнительных баллов при выступлении в ВУЗ. Трагедия, которая не должна повториться. Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в честь Дня знаний в городе Беслане Северной Осетии террористы захватили более тысячи заложников. Почти три дня детей, родители и учителей удерживали в здании школы номер один. В этих стенах погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. Он искалечил тысячи судеб. В память о жертвах Беслана в стране учредили День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы ежегодно собираемся с другими волонтерскими объединениями, чтобы показать остроту данной проблемы, проблемы терроризма и экстремизма в нашей стране. В рамках акции «Мы за мир», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, волонтеры города провели флешмоб «Эстафета солидарности». Десятки свечей зажглись у лестницы «Миру мир». Их огонь – это скорбь и боль о погибших, солидарность с жертвами трагедии, протест против террора и надежда на то, что люди мира смогут не допустить повторения тех чудовищных событий. Я на этой акции уже не в первый раз. Я поддерживаю эту акцию, потому что считаю, что эту дату помнить нужно, потому что такое не должно свершиться. И хочется поддерживать вот такие антитеррористические акции. Памятные мероприятия в этот день проходили и в образовательных учреждениях Сарова. Каждая организация сама выбирает формат. Главный лейтмотив – бесланская трагедия не должна повториться нигде и никогда. Как с пользой и интересно провести вечер? Ответ на этот вопрос порой ставит саровчан в тупик. С его решением поможет новый социальный проект «Пять вечеров в Сарове», который разрабатывается на базе Центра поддержки предпринимательства. Из самого названия вытекает, что это вечернее время, что это, скорее всего, будет пять, именно дней, которые будут посещаться эти мероприятия. Мероприятия самой разной направленности. И на самом деле работа ведется, и обсуждение этого проекта уже достаточно давно. Проект родился в рамках реализации сервисно-инфраструктурного подхода к развитию города и направлен на повышение качества жизни саровчан и гостей города. Создать возможность интересного и, главное, полезного времяпрепровождения планируют для всех категорий граждан – от детей до пенсионеров. Есть проблема, что у нас очень много направлений деятельности предпринимательских, на обцеленные на горожан, проводятся мастер-классы, реализуются разного рода мероприятия. Но проблема состоит в том, что не все знают об этих мероприятиях, а кто-то, может быть, кто не подписан на определенную страницу и так далее. В прошлом месяце инициативная группа в составе предпринимателей, жителей города, руководителей организаций тестировала проект для того, чтобы обеспечить максимально качественный сервис для будущих участников. На очередной встрече предприниматели собрались для финальных обсуждений. Я подумала о том, что люди у нас все-таки любят конфеты ассорти. И надо продавать им какие-то маленькие коробочки этих конфет ассорти, и чтобы был выбор еще этих коробочек. Грубо говоря, пять вечеров, я считаю, этого много на неделю. Вот трех было, мне кажется, вполне достаточно. Через день девочки ходили, изучали вот эти все процессы, всем все понравилось. Обсуждения не стихали несколько часов. В ближайший месяц проект начнут реализовывать, запустят первую партию сертификатов с услугами предпринимателей города и создадут страницу проекта в соцсетях. Чума XX века или болезни социальных элементов. В народе спид и вич носят много названий. Долгие годы общество демонизировало этот вирус. И несмотря на активную просветительскую работу среди населения, заболевание продолжает обрастать мифами, легендами и предрассудками. В частности, о бытовых путях заражения. Значит, вич не передается бытовым путем. Невозможно заразиться через пищу, через воду, при использовании общей посудой, ванной, туалетом. Также вич не передается при укусах различными насекомыми, комарами, клещами и так далее. Существует три способа заражения вич. Вертикальный от матери к ребенку, контакт с кровью зараженного и незащищенный половой акт. Если человек знает о своем ВИЧ-статусе и принимает все необходимые препараты, то риск передачи инфекции от него сводится к минимуму. Здесь самое главное – выявить ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях, чтобы начать своевременно специфическое лечение. В настоящее время есть много лекарственных средств, которые продлевают человеку с ВИЧ-инфекцией жизнь довольно долго. И человек может жить с ВИЧ до самой старости. ВИЧ поражает иммунную систему, что приводит к медленному ее разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита – СПИДа. Вирус иммунодефицита человека может находиться в организме долгое время – около трех месяцев, не проявляя никаких клинических симптомов. В этот период человек может не подозревать о своем недуге и распространять инфекцию. Через какое-то время появляются такие симптомы, которые характерны для острой респираторной вирусной инфекции. Может быть повышение температуры, ломота в теле, боль в мышцах и увеличение лимфатических шейных узлов. Если вовремя не выявить ВИЧ и не начать лечение специфическое, то стадия ВИЧ-инфекции переходит в стадию СПИД. Сдать анонимный тест, получить медицинскую и психологическую помощь, ВИЧ-инфицированные могут в СПИД-центре Нижнего Новгорода. Важно не замыкаться в себе и не думать, что вы остались один на один со страшной болезнью. Обязательно найдутся люди, которые помогут вернуться к нормальной жизни. У многих с приходом осенних холодов закончились отпуска. После приятных путешествий снова приходится входить в рабочую рутину. Сделать людям это бывает сложно по разным причинам. Кому-то из-за смены режима, кому-то трудно снова вливаться в коллектив. Каждому, кто столкнулся с пост-отпускной апатией, психологи рекомендуют взять под контроль два направления – работу с телом и работу с мыслями. Работа с телом заключается в том, чтобы наладить, прежде всего, питьевой режим, сон и питание. И, соответственно, проверить свои гормоны, взять кровь, анализ крови, пойти к доктору, к терапевту или к неврологу. Можно также пропить курс витаминов. Но лучше их не назначать себе самостоятельно. Посоветуйтесь предварительно с врачом. Работа с мыслями заключается в том, чтобы проследить за ними и понять, что именно приходит вам в голову и что вы чувствуете, когда идете на работу. Это отвращение к работе, либо коллективу, либо к какому-то конкретному человеку из всего коллектива, либо к каким-то конкретным действиям. Какие-то должностования, например, я должен много работать. Из-за этого у человека не остается сил ни на отдых, ни на какие-то другие дела. Возможно, человек тяготится работой лишь от того, что она ему не нравится, и он чувствует себя не на своем месте. Здесь совет один – проанализируйте свою жизнь и сделайте выводы. А если сработают отношения у вас хорошие, но входить в привычный будничный ритм все равно тяжело, психологи рекомендуют брать несколько коротких отпусков. Ритмы не сбиваются. Привычка и интересы. То есть короткий, яркий отпуск. Даже вот недельный отпуск, несколько дневный отпуск. Перезагрузка происходит эмоциональной сферы, и при этом не отвыкаешься от работы и не перенастраиваешься. Чтобы поддерживать интерес и азарт в работе, полезно будет поставить перед собой новые цели и добиваться их. А если после отпускной хандра затянулась, то необходимо обратиться к врачу или психологу. Воскресная школа при храме всех святых начала свою работу в 1992 году. В ней занимаются дети самого раннего возраста, с 3-4 лет. Ребята изучают вероучительные дисциплины, церковно-славянский язык, основы хорового пения, постигают азы изобразительного искусства. Также на базе воскресной школы действует семейная мастерская «Русский хоровод». Здесь родители с детьми шьют народные костюмы, знакомятся с народным творчеством и традициями русских церковных праздников. А в студии авторской песни ребята разучивают различные композиции и основные аккорды для игры на гитаре. Во все этих занятиях мы даже не называем уроками, хоть школа называется, вот школа, на самом деле это занятие, которое проводится с ребятами в форме бесед. То есть всегда в рамках занятия рассказывать тот или иной сюжет, библейский или новозаветный сюжет. Мы стараемся делать педагоге акцент, а что это значит для вас, ребята, какие выводы делаете из этого, а как вы можете это применить в жизни. В студии ИЗО учащиеся рисуют в разных техниках, изучают основы иконописи, лепят из глины традиционную дивеевскую игрушку, знакомятся с нижегородской росписью, мастерят открытки. Творческие работы ребят не раз становились призерами и победителями на конкурсах. Также по доброй традиции педагоги, учащиеся воскресной школы, совместно отмечают праздники. Их родители ведь не всегда могут преподать должные знания, не всегда могут организовать просвещение детей. Поэтому воскресная школа в этом плане является большим поспорьем для семьи, для того, чтобы дети тоже постепенно приобщались к духовной и церковной жизни. Здесь созданы для этого все условия. В воскресной школе при храме всех святых учащиеся разделены на три возрастные группы – подготовительная, младшая и средняя. По достижении 12-летнего возраста ребята переходят в национальную организацию «Витязей» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Здесь учащиеся изучают основы православной веры, историю и культуру России. «Витязей» – это организация, которая была создана в 1934 году Николаем Федоровичем Федоровым. Нам рассказывают про войну Великую Отечественную. И мы ходим по ходу, крестные ходы. У нас есть лагерь для «Витязей», которым я была этим летом. Программа воскресной школы рассчитана на три года. После этого ребята проходят итоговые беседы и получают свидетельство об окончании. Занятие проходит раз в неделю по воскресным дням. Заявление можно подать во всех храмах города или в церковной лавке «Помира-50» до конца сентября. Справки по телефону 8 952 464 0156. Новый учебный год в театралке начинается с читки новой пьесы по рассказам Дмитрия Калинина «Кое-что о самом главном и не только». Это будет спектакль о взрослении, дружбе и любви. Премьеру постановки представится ровским зрителям после Нового года. Также в новом сезоне театралка покажет спектакли из своего прошлогоднего репертуара с новыми артистами. Занятия в студии проходят четыре раза в неделю. В понедельник, среда, пятница, воскресенье с 15 до 17 часов. В понедельник встреча проходит в 6 часов вечера. Все наши занятия можно разделить, условно говоря, на три таких больших блока. Это актерское мастерство, сценическая речь. И параллельно мы репетируем спектакли. Их, конечно, тоже можно отнести к актерскому мастерству, но все-таки я считаю, что это другое. То есть к актерскому мастерству мы больше относим тренинги разнообразные с ребятами, обсуждения каких-либо произведений и так далее. И непосредственно выпуск и показ спектаклей. Хотя группу уже и набрали, но в течение года, как показывает практика, места обычно освобождаются. Поэтому, если вы всегда мечтали попробовать себя в театральном мастерстве, обращайтесь к руководителю студии «Театралка» Павлу Козлову. Мы, конечно же, ждем ребят от 14 лет. Желательно. Конечно, мы рассматриваем и 12, и 13 лет ребят. Но просто им становится гораздо сложнее. Все-таки мы стараемся брать такой материал, тот же самый Бродский. Да, вот у нас был Шолохов, был Пастернак. Очень сложно ребятам в 12 лет вникнуть в эти произведения. Поэтому, конечно, лучше от 14 и старше, но мы можем рассмотреть и помладше ребят. А вот возрастного потолка нет. В студии могут заниматься и взрослые, и даже пожилые люди. Например, сейчас «Театралка» ищет женщину на роль в новом спектакле. Нам очень нужна женщина в возрасте. У нас в пьесе есть замечательный персонаж, ее зовут Баба Люба. Без Бабы Любы невозможно ничего. У нас, конечно, есть кое-кто на примете, но если вдруг вы понимаете, что вы вышли на пенсию, и у вас есть куча свободного времени, и вы хотите провести его с пользой, пожалуйста. В этом году в студии новый педагог, актер Саровского драматического театра Артем Жуков. Чтобы узнать актуальную информацию театралки и задать интересующие вопросы, обращайтесь по телефону 8 920 037 31 99 или заходите на страничку студии ВКонтакте. Студия для Вячеслава Рязанцева уже давно стала вторым домом. Здесь он может проводить сутки напролет. Целиком погруженный в творческий процесс, музыкант совершенно теряет счет времени. За его плечами долгий и тернистый путь. Талантливыми не рождаются, ими становятся, считает Вячеслав. Музыкой он увлекся в 13 лет. Начинал с игры на гитаре. Себя называют самоучкой, поскольку ему лишь показали несколько аккордов, а дальше чарующий мир музыки он постигал сам. Пробовал себя в разных жанрах – рок, рэп, хип-хоп. У нас еще своей студии не было, и у одноклассника был микрофон. И мне стало интересно попробовать. Мы принесли, подключили в домашний ПК, все было просто, никаких наворотов, ничего. Записывались в квартире, в соседней комнате мама, все нормально. И я когда себя уже услышал, когда мы это все подсобрали, я понял, что это интересно. Постепенно Вячеслав собирал возле себя людей ярких, творческих, идейных. Так появилась команда проекта «Вэлхала», который сейчас только набирает популярность. «Вэлхала» – саровский музыкальный проект, который, скорее всего, оценят меломаны. Здесь можно найти треки разных жанров. Среди них есть и танцевальные. Мы с тобой снова в кругу, в этом дико стараться. Еще вчера, мы другу, намечали, кем мы связали. Особое место в творчестве команды занимают глубокие философские композиции. Сложно в двух словах описать их. Тут каждый увидит что-то свое, пояснил Вячеслав. «Там, где я жив, тот окончится вверх, а сам по себе в отоле человека». Музыканты, дизайнеры, сценаристы, операторы, монтажеры. Каждый член команды вносит в создание клипа в свой вклад. Съемки проходят как в городе, так и за его пределами. Порой саровчане даже не узнают в кадре родные места. Клипы помогают погрузиться в атмосферу трека, передать стиль музыканта. Любой клип начинается со сценария, а дальше творческий процесс неостановим. Процесс создания клипа иногда это скрупулезный долгий процесс, а иногда это как огонь, когда от кого-то из команды исходит идея, а дальше уже предается она мозговому штурму. И начинает она как-то развиваться, появляется какой-то скелет, отбрасываются какие-то идеи, из которых уже рождается какой-то готовый сценарий, после чего приступаем к съемкам. Они живут музыкой, которую делают. Это выражение как нельзя лучше характеризует команду проекта Волхала. Для них музыка не просто хобби или увлечение. Здесь музыка скорее стиль жизни. Познакомиться с творчеством команды можно на странице проекта ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok